Здравствуйте! Алматинские истории продолжаются. Мы находимся на бывшей улице Калинина, ныне Кабанбай-Батыра. Рядом со зданием у меня лично ассоциируется с медицинским училищем. У него есть потрясающая история, о которой мы сегодня расскажем в нашей программе. Тема этой алматинской истории уникальна. Уже само здание, о котором сегодня пойдет речь, навевает на размышления о том, что город наш является географической точкой сакрального значения. В чем заключается его сакральность? Нет такого слова в лексиконе, которое имело бы всего лишь одно значение. Не является исключением и наименованием города Алматы. Мы привыкли, что «алма» в переводе означает «яблоко». Но ведь у этого слова есть и другие переводы, другие значения. И за ними стоят такие глубокие смысловые категории. И об этом свидетельствует следующий факт. Десять монет восьмого века, однажды обнаруженные на территории урочища Алматы, стали знаковой находкой для ученых. На монетах выгравирована аббревиатура «Алма». В переводе с персидского это означает «вселенная», «центр познания мира». Кто-то, возможно, скажет, все это просто гипотезы и предположения ученых. Но не спешите судить и делать выводы. Просто однажды, спокойно и созерцательно прогуляйтесь по городу, загляните в этот музей города Алматы, и вы непременно почувствуете это ощущение сакральности. Здесь каждая улица, каждый дом, каждое дерево хранит истории такой глубины. Веринский приют для детей, малоимущих родителей и круглый сирот был основан в 1879 году. И главным его попечителем первым был генерал Колпаковский. Через четыре года, в 1883 году, Веринская городская дума приняла решение выделить вот эти территории все для строительства приюта. И этот проект поручили известному верненскому архитектору Павлу Леполю Горде. И в 1892 году вот это здание было построено. Деревянное, на бутовом фундаменте. Сосновый парк – так когда-то называли это любимое многими горожанами место. А напротив него, через дорогу, стоит удивительное по архитектуре свое здание. Этот памятник – деревянного зодчества города Алматы за стройки конца XIX века. И находится он по адресу Кабанбай-Батыра, 132. Здание построено в 1982 году по проекту архитектора Горде. Вот этот старый парк, который мы так любим, все алматинцы любят, он тоже принадлежал, видимо, приюту? Да, вот как раз в 1883 году решением Веринской городской думы было принято решение выделения вот такого большого участка для приюта. То есть территория, где сам приют расположен, и вот этот Сосновый парк, который был высажен как раз воспитанниками детского приюта. Смотрите, уже больше века, как нет приюта, а труд вот этих детей остался в виде вот этого парка, которым сегодня наслаждаются жители нашего города. Во-первых, поздравляю вас, что у вас, наконец, есть такое замечательное здание, где размещается, надеюсь, самый любимый музей алматинцами – это музей истории нашего города. Расскажите, пожалуйста, об этом здании и о самом музее. Ну, спасибо. Как раз музей истории должен находиться именно в историческом здании. Мы как раз в этом здании находимся. Само здание 1892 года постройки, построенное нашим городским архитектором Полем Базелем Горде. как детский приют. Она начинала свою деятельность как детский приют, закончила вот нашим музеем. Вообще, историю здания можно начать еще с 1870-х годов, когда только открылся детский приют, но после зимы трясения 1887 года она потеряла свое здание и постоянно кочевала с места на место по различным арендуемым зданиям. Вот когда приходят посетители посмотреть музей, о городе, узнать что-то, какие вот наиболее такие распространенные вопросы, которые они задают? То, что здание – это историческое? Ну, здание, конечно, да, здание историческое, но оно немножко претерпело изменения, потому что первоначально здесь, вот где мы находимся, была церковь домовая. Это называется вот церковь, встроенная в сооружение, это домовая церковь, и она была освящена как раз вот когда в 1892 году приют уже сдавали, называлась Александра Мариинская в честь Марии Магдалины и Александра Невского. И вот когда произошло разрушительное землетрясение в 1911 году, купол сорвался и пробил здание. После этого в 1911 году отремонтировали, но полностью эту церковь разобрали в 1929 году, когда сюда переехало правительство Казахской республики, и здесь находился Центральный исполнительный комитет республики. И поэтому, ну, уже как бы здание немножко другой вид приобрело. Вообще оно входит как бы в ту пятерку зданий деревянного зодчества, которые строил здесь известный архитектор Поль Гурды. Вот если посмотреть на старые фотографии, то видно, что это здание такое солидное, большое, потому что главным элементом, можно сказать, вот этого здания, комплекса была Александра Мариинская церковь, приютская церковь. Она была бесприходной, то есть домовой такой. Но жители вот окрестных вот района приходили сюда на богослужения до 1908 года, пока не построили Никольскую церковь в Кучегурах. Здесь вот в одном крыле находилось общежитие, где жили воспитанники, в другом крыле находились мастерские. Для мальчиков это были сапожные мастерские, переплетные, столярные. Для девочек это были швейные мастерские. Кроме того, вот к приюту примыкала большая территория, там были сады и огороды. И вот дети там как раз выращивали, ухаживали за овощами, фруктами. Кстати, я помню, еще лет 10 назад вот здесь находились такие очень милые хозяйственные постройки, кирпичные. Я даже сфотографировал их, я помню. И воспитанниками этого приюта был высажен вот этот прекрасный сосновый парк. С 1879 по 1904 год, как следует исправке, посвященной 25-летию существования детского приюта, в нем получили воспитание и первоначальное образование 260 сирот. Воспитанники обучались в приютской одноклассной приходской школе. В программу школы входило чтение, письмо, первые действия арифметики, главный начало закона Божьего, нравоучение и объяснительное чтение книги, краткое наставление о сельском домоводстве, произведении природы, сложении человеческого тела и вообще о средствах к предохранению здоровья. Кроме обучения, школьная администрация пыталась приучить детей приюта к ремеслам. То есть их готовили к будущей жизни. То есть здесь были мастерские, девочек, рукоделию, мальчиков в таком техническом ремеслу. Был свой участок, они возделывали его, их руками построен, засажен сосновый парк. И вот что самое интересное, вот в пару кварталах отсюда, это вот улица Мещанская была, находился дом известного лесовода, лесничего Эдуарда Атоновича Баума. При его доме был разбит сад, который верницы называли Ясная Поляна. Так вот, весь урожай с этого сада он отдавал детям. В 1883 году военный губернатор обратился к городской администрации о строительстве собственного здания детского приюта. было выделено два квартала. Два квартала – это очень большая территория, верхняя часть города. И врач Соболевский вот такой был, он, ну я хочу сказать, что вот как-то очень относились ответственно вообще к любым мероприятиям. То есть вот этот врач, он освидетельствовал это место как положительное, влияющее на здоровье, то есть невредное для здоровья детей. Было это утверждено и объявлен, как говорится, кружечный сбор. То есть начался сбор пожертвований по области. Завершился он только в 1891 году, когда собрали необходимую сумму, это где-то 36 807 рублей. Вот. И доверили проектирование и составление сметы полю Гурды. В то время он был, ну помимо того, что городской архитектор, но еще и состоял в попечительском совете детского приюта. Вот. И проектирование, строительство все совершилось очень быстро в течение года. И в 1892 году сюда въехали дети. Вот. Ну помимо того, что как бы чисто вот эта вот деятельность с детьми как сиротами. Поль Гурде, французский архитектор Поль Базель Гурде, он из Бургундии, из Франции, молодой человек, который в розыске всего лишь 25 лет, его занесло в нашу Семеричинскую область. Начинал он свою карьеру как предприниматель, но на этом быстро прогорел. Был по уши, можно сказать, в долгах зависит. Но его спасла дружба с генерал-губинатором этого региона Герасимом Алексеевичем Колпаковским, которого долгое время он работал у него преподавателем, учил его детей французскому языку и многое другое. В дальнейшем его устроили чертежником, и уже, в конечном итоге, он стал городским архитектором. Который в течение 20 лет он до Зинькова, и потом и наряду вместе с Зиньковым преображали наш город. Как раз он стоял тоже во главе сейсмостойкого строительства. И многие здания, кстати, построенные тоже, спроектированные у Гурды, они выстояли из Зиме Тесини. Как раз вот этот купол этого здания, она же была церковью, домовой церковью, она ее снесли тоже в 20-х годах. И во время Зиме Тесини, еще 1910 года, перед холлом колокол этого здания упала прямо на вход. Поль Гурды, конечно, он как архитектор оставил большой след и в истории города, и в его развитии, и вот в том облике, который мы сейчас видим. Это вот, во-первых, здание дома губернатора. Потом Вернинская мужская гимназия, которая была разрушена первым землетрясением, восстанавливала ее, реальное училище. Потом он был настолько разносторонний, настолько у него были энциклопедические здания, он не ограничивался только строительной деятельностью или проектированием. Он спроектировал водопровод. Он, по его инициативе, было установлено освещение. Он был прекрасный педагог. И вот Поль Гурды, он как добрый человек, решил на бесплатной основе сделать, спроектировать план нового здания и даже попросил городские власти выделить им земли. И они дали как раз в этой местности, в то время улица Хабамэбатер называлась Мещанская, участок выделили. И он начал строить вот это здание. Поначалу это здание было как бы и с домовой церковью в честь Магдалины и Невского, Марии Магдалины и Александры Невского. И северная часть смотрела на горы нашего Алатау. Там же и располагались сады, огороды, цветники, которые сажали дети этого приюта. Сейчас находится там как раз стадион «Динамо». А южная часть выходила на сосновый парк. Он был очень добрым человеком. Он как раз специально для детского приюта он все это сделал бесплатно. Даже написал смету. Городские жители же давали же все-таки деньги на строительство. И он даже чуть меньше этой сметы сделал, чуть более, ну, качественной все-таки, но смету уложился. И долгое время победителем этого приюта были знаменитые личности города. В 1879-х годах попечительным был Пантусов. Даже он пожертвовал данью детского приюта 16500 рублей, потом время огромные деньги. Даже в 1900-х годах здесь поставили его, портрет повесили. Потом был сам Павел Матвеевич Зиньков, был попечителем. Уйгурский купец Валяху Нилдаш и многие другие купцы и меценаты. Излюбленный сосновый парк, который долгое время назвали еще приютским парком. Он родился в 1846 году в Бургундии, во Франции. Но уже в 1870 году французское посольство отметило его как гражданина французского, прибывшего в Российскую империю. После этого он отправился в Туркестанский край, в Ташкент. Это вот центр тогда был. Пытался заняться какой-то коммерческой деятельностью. Это не пошло, потому что, очевидно, склад его был абсолютно другой. Вот как бы его внутреннее содержание, его способности, возможности. Вообще он закончил там академию по специальности гражданское строительство. А поскольку здесь вот Верн, это вот центр Семереченской области, как бы специалистов не хватало, жизнь должна была развиваться во всех направлениях, то он оказался очень востребован. И вот в 1875 году он начинает здесь работать в Семереченском областном управлении, ну, начиная с должности чертежника. И уже с 1883 года, в течение 20 лет, он был главным архитектором, городским архитектором Вернова. И вот как раз строительство приюта попало на момент его... начала его вот этой вот деятельности на этом посту. Потому что до этого приют располагался в здании начальника Латавского округа, в зданице Большой Матинской. Вот. Но как бы это... Это был не город все равно, помещение было маленькое. Уже после революции, к сожалению, Александра Мариинская церковь была снесена. Приют был перенесен, переведен в Исык. И уже в 1929 году сюда переехало правительство Казахской автономно-социалистической республики из Казаларды. И вот в этом здании приюта расположилось правительство, Совет народных комиссаров, КАЗЦИК, Казанский центральный исправительный комитет и Госплан. Потом, в дальнейшем, когда был построен дом правительства номер один, они туда переехали. Здесь размещалась первая инфекционная детская больница. Уже многие помнят, что здесь был медицинский колледж. Самая история, не только здания, но и окрестности имеют свою историю, например, тот же самый парк. Некоторые деревья, сосны этого парка посадили именно дети этого приюта. Долгое время парк называли детским парком Дзержинского. Этот парк воспевал сам Юрий Домбровский в книге «Факутина ненужных вещей». Многие алматинские, конечно, читали Домбровский, но не имеют представления, где находится этот сосновый парк и где находится этот НКВД. Кстати, здесь соседствуем мы с созданием бывшей НКВД, сейчас ныне МВД, кто тоже ходили многие легенды, что под парком находятся именно потайные помещения, где пытали заключенных и представителей казахской интеллигенции и так далее. Потом уже этот парк переехал в парк Горького. Детский парк, там располагались различные гамаки, карусели, устраивали праздники. Потом переехал в парк имени Горького. И потом это место стало тихим, когда уже был здесь колледж. И советская молодежь любила этот парк, устраивала там вечера, сидели, играли на гитаре, исполняли песни битлесов и даже называли ее «Норвежский лес» в честь песни «Битлес». Поэтому там сидели битломаны, как и говорят, пели песни. А сейчас он тоже излюбленное место горожан, где могут они прогуляться, часто вижу там и устраиваю эти пробежки. То есть до сих пор не утратило свою значимость. Долгие годы у Музея истории города Алматы не было своего постоянного места. И только в 2016 году он наконец-то обрел свой постоянный адрес. Здесь, на улице Кабанбай-Батыра, в этом историческом здании, уникальном архитектурном памятнике деревянного зодчества. Музей истории города Алматы это уникальная возможность воочию увидеть все периоды развития города, древнейших времен, вплоть до наших дней, благодаря подлинным предметам того времени и историческим артефактам. В музее хранится более 30 тысяч различных экспонатов, включая коллекционные вещи, документы, редкие фотографии, корзины и многое другое. Небольшая часть экспозиции музея была передана в дар, но в основном коллекция формировалась путем закупки в антикварных салонах и у частных коллекционеров. Все равно у людей ассоциации, что здесь было, как они жили, кто проектировал. И вот надо сказать, что у нас в экспозиции находится арифмометр. Его принесли потомки известного геодезиста Соколова. Там же находится шинель, которая ему принадлежала. В общем, как-то это вот через 30-40 лет эти экспонаты встретились. И вот по словам потомков Соколов общался с Гурдэ, потому что они в одно время работали, работали оба в строительном управлении. И у них даже есть такая легенда, что этот арифмометр принадлежал Гурдэ. Сам музей, он вообще очень тоже старый, с 2000-х годов работает. Начальника Краевельский музей располагались в здании трех богатырей. Это рядом с кинотеатром бывшей «Искра». Улич маленького коридорного типа музея был, если многие жители помнят это все, уютный музей. Но решили все-таки вместо власти сделать это городским музеем и открыть в историческом здании и в 2016 году в честь 25-летия обретения независимости. Нашан Абич Назарбаев сам по поручению его открыл. Этот музей был первым посетителем, который прошелся по экспозициям музея. И вот пришло время вернуться к теме сакральности нашего города. И артефакты, которые хранит этот музей, полностью подтверждают это. Экспозиция одного из залов посвящена раннему железному веку Исаакско-Усуинскому периоду на территории города. А в залах средневекового периода, охватывающих тюркский период домонгольского завоевания, воссозданы эпизоды быта жителей городищ, находившихся на территории Алма-Аты, стоянки и поселения предгорев Зайлицкого-Латау. И что самое поразительное, прогуливаясь по городу, можно легко перенестись во времена глубокой истории, включив воображение и опираясь на факты ученых-исследователей. Так, например, улицы Тимирязева и проспект Аль-Фарабей это те древние трассы, которые когда-то соединяли культовые комплексы и некрополи Сакской и Усуньской знати, расположенные в поймах рек Большой и Малой Алма-Атсинок. В междуречии жрецы ранних кочевников совершали ритуальные обряды и жертвоприношения, тем самым освещая весь ландшафт поселений 7-3 веков до нашей эры. И это тоже сакральная память города. В 2016 году музей Алматы получил вот это большое здание, потому что они много лет... Сколько лет им пришлось... Да, ютились в разных неприспособленных помещениях и здесь они уже имеют возможность разместить свои экспозиции. Кстати, если зайти и посмотреть в музей Алматы, то видно, что он оборудован уже таким современным экспозиционным оборудованием. Есть информационные киоски, видеоматериалы, которые постоянно транслируются в залах музея. И сейчас работники могут сосредоточиться также и на научно-исследовательской работе, просветительской. И жизнь продолжается. И в заключение еще несколько археологических исторических фактов, которые также говорят о сакральности нашего с вами города Алматы. Случайные находки горожан вывели археологов на следы поселения эпохи Бронзы. Она датируется в 8-10 веках до нашей эры. Фрагменты поселения этого периода сохранились на территории Ботанического сада, на Каменском плата, близ санатория Токси. От проспектора Эмбека до Альфараби, дали Дальмизовских дач, здесь все еще стоят 10 курганных комплексов этого периода. Обычно в наших алматинских историях мы не углубляемся в столь далекий исторический период. Но в этот раз музей города Алматы натолкнул на размышления о том, что город наш реально является географической точкой сакрального значения. И знаем ли мы об этом, живя в городе, где исторические пласты буквально пересекаются друг с другом? История его настолько значима и глубока, что удивлению нет предела. Не верите? Проверьте. Просто однажды спокойно и созерцательно прогуляйтесь по городу, загляните в музей нашего города, и вы непременно почувствуете это ощущение сакральности. Наша программа не в первый раз снимает о музеях города Алматы, но сегодня особенно приятно осознавать, что главный музей города наконец-то нашел свой дом, свое здание в этом уникальном сооружении. Алматинские истории продолжаются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok